Девушки отдыхают Итак, ровно через минуту к нам выйдет герой, который ответит на все. Но сначала, по традиции, наши вопросы. Как вы думаете, почему дети выбрали для разговора именно вас? Думаю, потому что ряд моих текстов входит в школьную программу. И, видимо, у детей есть претензии ко мне. И то, что я занимаюсь музыкальным проектом, что-то звучит по радио, на тех же самых радиостанциях, где звучат и другие любимые детьми исполнители. Скажите, а почему вы согласились участвовать в нашей программе? Потому что мои тексты входят в школьную программу. И все-таки у меня трое детей, как школьного, так и дошкольного возраста. А готовы ли вы к тому, что дети порой задают жесткие, иногда некорректные вопросы? Готов. Я же говорю, что я отец трех детей. Если вы не сможете или не захотите отвечать, вы имеете право три раза отказаться отвечать на вопрос. Вы готовы выйти к детям? Да с удовольствием. Ну что ж, тогда желаю вам удачного разговора. Друзья, сегодня у нас в гостях режиссер, драматург, писатель Евгений Валерьевич Гришковец. Прошу вас, Евгений. Ну, я уже знаю, я знаю, что юность закончилась. А теперь я могу только вспоминать. А я помню, тогда и там, в любости, я не чувствовал себя счастливым. Мне казалось наоборот, что все сложно. Я не понимаю, меня не слышат. Но теперь да я знаю, что там и тогда было счастье. Вам удобно в нашей песне? Нормально. У нас такое правило. Мы просим в начале героя коротко рассказать о себе то, что он считает нужным. У вас одна минута. Время пошло. Родился я 44 года назад в городе Кемерово. Это сибирский город. Учился в школе. Причем сменил 4 школы. Так что у меня была довольно сложная школьная жизнь. Потом учился в университете на филфаке. Служил 3 года на флоте. В 98 году я уехал из города Кемерово в город Калининград. Я по-прежнему живу. У меня трое детей. Я занимаюсь театром. Пишу книги. Все. Спасибо. Готовьтесь к вопросам. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Итак, первый вопрос. Синий микрофон. Здравствуйте. Меня зовут Настя. Вы говорили, что человек, который решил стать писателем, находится в большой опасности. Он может стать отвергнутым, несчастным, одиноким. Неужели вы на собственном опыте сделали это умозаключение? Да, конечно. Почему мне очень приятно. Это цитата из романа «Асфальт». Это мне очень рад. Книжка совсем не детская и толстая. Но там говорится о том, что это скорее жизненный опыт, связанный с моими знакомыми и друзьями. Я видел много раз, когда вполне себе успешный архитектор, юрист, экономист или вообще кто угодно, вдруг решил стать поэтом или решил написать какой-нибудь сценарий или книгу. И вот это чудовищное желание, страшное, разъедающее желание что-то написать, а потом еще кому-то показать, это приводит человека к состоянию несчастья. Потому что, как правило, ничего хорошего он не напишет. Мой же жизненный опыт совершенно другой. Я все-таки учился на филологическом факультете, изучал теорию литературы. И очень бережно и осторожно подошел к написанию своего первого текста. И все-таки я уже определился с тем, что я профессиональный литератор и ничем другим не занимаюсь. А так вот, когда человек написал стихотворение, оно плохое. Он был счастливым архитектором, а тот стал несчастным поэтом. Это опасное дело. Скажите, пожалуйста, а вы сами испытали вот эти чувства, став писателем? Что вы? Нет, я сразу стал успешным писателем. Чего вам удачи желаем. Спасибо. Так, спасибо, Евгений. Следующий вопрос у вас за спиной. Здравствуйте, меня зовут Саша. Как отличить хорошего писателя от плохого? Да никак. Не отличишь. Вообще невозможно. Дело в том, что вот нравится вам какой-то писатель. Ну вот нравится. Вы находите в нем то, что с вами соотносится. Вы понимаете, что он написал такую книгу и пишет такую литературу, в которой вы находите, что вот он каким-то образом написал для вас. А учитель литературы вашей, например, говорит, что это плохая литература. Вы же никогда не поверите в этом случае своему учителю. Вы будете ориентироваться на то, что вам нравится. И в этом случае нет критериев никаких. Ну а так еще можно ориентироваться на то, чтобы он был как-то нормально одет, хорошо выглядел, приличный человек. А вы сами себя к какому разряду больше относите? Я полагаю, что я хороший писатель. С этим сильно не согласны критики литературные и большая часть литературного сообщества. Я считаю себя писателем ответственным, несуетливым, пишу немного, меньше, чем одну книгу в год. Я не дикий писатель, в том смысле, что я имею профильное такое профессиональное образование. Которое позволяет мне знать, ориентироваться и понимать, как устроена книга. И я также знаю про себя, что я писатель, я писатель-реалист, почти соцреалист. Каковых сейчас немного. Я полагаю, что я с большим уважением и почтением отношусь к своим читателям. Что я ответственный не только писатель, но и человек. Но если бы я понимал, что эта книга плохая, то я не стал бы ее издавать. И тем более продавать. Спасибо. Не за что. Али Бунин, здравствуйте. Меня зовут Богдан. Во многих ваших рассказах отчетливо прослеживается то, что вы пишете о городе Кемерово. Там, где вы родились. И я хотел вас узнать. Как вы считаете, как должен человек относиться к тому месту, в котором он родился, вырос? Знаете, вообще, то место, где ты родился, нужно стараться любить. В какие-то моменты это очень сложно делать. И был период, когда мне было тяжело в родном городе. Я его покинул в итоге. И уже 13 лет живу в совсем другом городе. Но только уехав и выйдя на дистанцию к тому месту, где я родился, где прошло мое детство, где были совершенно самые основные открытия и самые первые, и самые сильные впечатления, только выйдя на дистанцию к этому месту, я понял, насколько оно мне дорого. И это не просто любовь. Вы знаете, город Кемерово – это такой промышленный город, в котором небольшой центр, небольшая красивая набережная. Я все время жил на окраине, среди стандартных пятиэтажек. Любить эти пятиэтажки не обязательно. Нужно любить то, что с тобой было. И главное, конечно, тех людей, которые были в твоей жизни, в твоем детстве. Поскольку это самые яркие впечатления, детские и юношеские впечатления. Поэтому, что бы я ни описывал, даже когда я описываю город Архангельск, где живет мой герой, и там события детства, я все равно понимаю, что я описываю город Кемерово. Хотя, говорят, что это происходило в Архангельске. Когда мой герой действует где-то в Москве, и идет по Москве, я почему-то понимаю, что я описываю свой детский маршрут от дома до парка, комсомольский парк такой, где я гулял в детстве и катался там на лыжах. Вот неизменно. Потому что это первые самые сильные и самые, даже не то, что сильные, самые мощные впечатления, с которыми я никогда не расстанусь. Если мне снится какой-то город, это всегда город Кемерово. И надо любить. Любить сложно его. И надо разобраться с тем, что ты, собственно, в этом городе любишь. А еще вопрос. Вот вы сказали, что вы в 32 года уехали из Кемерева. А если не секрет, то почему вам было сложно? Почему? Знаете, это займет очень много времени. Я не отказываюсь от вопроса, но потому что мне так было нужно. И, Богдан, вот пройдет какое-то время, мы с вами встретимся, мне будет лет 50, а вам будет сколько-то побольше. Я тогда отвечу вам на этот вопрос. Ответ на этот вопрос. Боюсь, что вам пока не свои времени. Вот тут просто чуть-чуть рановато. Я очень редко, поверьте, друзья, я очень редко прибегаю к такому аргументу, что я у вас старший, поэтому я не могу объяснить что-то. Это самый худший аргумент. Но в данном случае это действительно так. Потому что вот нужно дожить там до 25-30 лет, чтобы, ну, чтобы услышать ответ. Спасибо большое. Не за что. Извините. Теперь, пожалуйста, красный микрофон. Здравствуйте, меня зовут Александра. Какими тремя прилагательными вы могли бы описать свое детство? Я могу описать его одним существительным. Счастье. Спасибо. Следующий вопрос. Здравствуйте, Евгений. Меня зовут Наталья. Я активно слежу за вашим творчеством. И я смотрела спектакль «Как я съел собаку». И вот там такой один момент. Это когда садишься с утра перед школой на диван и одеваешь брюки, то понимаешь, что это самый прекрасный момент за день. А вот был ли у вас такой момент в жизни, когда вы поняли, что «Ах, это хорошо!» Для тех, кто, может быть, не видел этого спектакля, там есть момент, когда утром ребенок... Причем там не сказано «на диван». Это вот, видимо, вы на диване одеваетесь. А я там говорю, что он садится на кровать. Вот ребенок утром, зимой, перед тем, как идти в школу, одевается, натягивает штаны, дотянул одну штанину, стал натягивать другую, да так не дотянул, да и так и замер. И сидит, и как бы его нет, и нет никаких желаний, ни хорошо, ни плохо, вот так бы оставили в покое, так бы и жил бы, слава тебе, Господи. Вот тут родители крикнули «Ты что, там, уснул?» и так далее. Конечно, в детстве я не мог этого оценить, что это прекрасный момент. Я ощутил, что это прекрасный момент и вспомнил его. Не потому, что я это вспоминал, а просто увидел, как моя дочь, которая сейчас 15 лет, и которую также зовут Наташа, как она, бедная, одевается в школу, и как она медленно все это делает, в какие-то моменты замирает. И увидев ее, я вспомнил себя и понял, я понял, и я никогда резко ее не бужу. Ну-ка быстро вставай, я же понимаю, насколько это нежное, чувствительное и ужасное вот такое вот трогательное время подъему утром, чтобы идти в школу, да еще и зимой. Я никогда ее не отдергиваю, не стараюсь торопить. И понимаю также, что, собственно, даже небольшое опоздание, как я говорю, крамольные вещи сейчас, даже небольшое опоздание в школу, это не так страшно, как вот это вот ужасные окрики, это торопливое, мучительное одевание утром перед тем, как идти в школу. И я постарался сделать так, чтобы мои дети не боялись мне признаться в том, что у них, например, не самая лучшая оценка по такому или иному предмету. И я только единственное старался сделать так, чтобы мои дети понимали, что хорошая оценка, особенно по тому предмету, который им нравится, это достижение, это здорово. Но если не хорошая оценка, они знают, что я ругать не буду. Я могу быть от этого не рад, или могу быть в какой-то момент несчастлив от того, что меня дети не порадовали оценкой, но ругать я не буду. И поэтому утром я хорошо помню себя, глядя на своих детей. Хорошо, спасибо. Вы, наверное, знаете, что каждый ребёнок с своими родителями довольно часто ссорится. Как вы считаете, кто в этом виновен, так сказать? Ну, ссориться, наверное, я не знаю. Я не ссорился. У меня не было моментов ссор. У меня дочери 15 лет, а сыну скоро 7. А младшей дочери всего год, с ней поссориться невозможно. Бывают моменты непонимания и отчаянного непонимания. Но я знаю моменты, когда дети ссорятся. Может быть, и будут ссоры. Я знаю также, что я пропускал какие-то моменты, не придавая им значения, и понимал, что моя дочь на меня обиделась. А я не заметил этого. Ну, вот просто не заметил. А она мне не сказала. Но полагаю, что всегда, всегда взрослый человек виноват. Виноват взрослый, потому что он старше, потому что он мудрее, и потому что он лучше должен понимать ситуацию, должен, обязан быть внимательнее и предотвратить ссору. А вы извиняетесь, когда чувствуете, что вы неправы? Конечно. Конечно. Обязательно. Всегда. Я даже, я извиняюсь даже, когда я полагаю, что я не... Может быть, не так уж не прав, а может быть, даже был прав. Но чтобы снять напряжение, я лучше извинюсь. Потому что, да неважно, кто прав или кто неправ. Если возникает напряжение, чувствуется, что вот тот человек, с которым мы поссорились, или возникло напряжение, а он не может. Ну, не может. Есть такие люди, которые совершенно не умеют извиняться, совершенно не умеют благодарить. Я лучше позвоню и скажу, слушай, извини, я как-то был неправ, или там, что-то я погорячился. Потому что прав я или не прав, это не так важно. А человек ценнее. Понимаете, вот взаимоотношения с человеком намного ценнее. Спасибо. Евгений, справа от вас вопрос. Ксения, микрофон. Здравствуйте, Евгений. Меня зовут Ксения. У меня к вам такой вопрос. Кто-то из писателей, по-моему, Чехов, писал, что добрый человек, ему бывает стыдно даже перед собакой. Бывало ли вам стыдно перед собакой? Да. Какие случаи? Это трагическая история, совершенно трагическая. У меня была собака, абсолютно мною любимая. И доктор, ветеринар убедил меня в том, что собаке нужно почистить зубы, зубной камень. Я говорю, бог тому, у меня было много собак. Никогда раньше собаки зубы не чистили. Да что вы... Ну, понятно, что он просто хотел сделать такую процедуру, чтобы я заплатил за эту операцию. Причём, эта операция делается под общим наркозом. И вот они ошиблись с наркозом, и моя собака погибла. Причём, умирал тяжело и мучительно. А когда её везли на эту операцию, он очень не хотел. Он отчаянно не хотел туда ехать. Но мы, люди, полагаем, что мы лучше знаем, что собакам надо. Вот мне не то, что стыдно. Это такая трагедия высокомерия человеческого перед тем, что... Ну, вот не хотела собака, но прислушайтесь к тому, что она не хочет чистить зубы. Не положено собакам чистить зубы. Не надо им этого. Вот Макс, его звали Макс, погиб. Это было два с половиной года назад. Я до сих пор, в общем-то, не отошёл от этого. Я без собаки вообще жить не могу. У меня теперь другая собака. И мне стыдно перед погибшей собакой за то, что у меня теперь другая собака. За то, что я малодушно принял в свой дом другую собаку. Потому что я не могу без собаки. Вот так, так что... Спасибо большое. Да. Да, и ещё, ещё вы по адресу. У меня всё-таки мой первый спектакль, как я сел собаку. Да, так что мне перед собаками очень стыдно. Вот есть выражение, что муж и жена – одна сатана. А вы вот с женой – одна сатана? Ну, это да, но только точно не сатана, а скорее ангелы. Один и тот же ангел, да. Я думаю, что я левое крыло ангела, а она правая. Мы же не в аду живём. У нас, мы всё-таки вместе прожили 20 лет, и жить в аду 20 лет – это никому не пожелаем. А как вы с женой познакомились? А очень просто. Я вернулся со службы в университет и вернулся в группу на второй курс. А за то время, пока я служил три года, моя будущая жена поступила на тот же самый факультет и оказалась в той самой группе, куда я вернулся. А при этом филфак, на нём было 100 девушек и три парня. И тут возвращается ещё матрос с усами. Конкуренции вообще не было никакой. Здравствуйте, меня зовут Марьян. Вы сказали, что служили на флоте. Можете ли вы рассказать какую-нибудь самую яркую историю из этого отрезка своей жизни? Самое яркое заключается в том, что меня же призвали служить из университета. Я был студентом филфака, изучал литературу. И тут меня, представляете, забирают, и я становлюсь моряком. То есть, ношу морскую форму, попадаю во всё это. И это было самым ярким, конечно. Это было таким странным событием, что я все три года никак не мог поверить, что я стал моряком. Настоящим вот таким. Который вот настоящий моряк. Мне до этого это не в самом страшном, не в самом прекрасном. С ней не могло присниться. Я, знаете, я довольно много про это написал. У меня есть спектакль, есть целый ряд рассказов про это. Поэтому выдёргивать что-то помимо этого я не стал бы. Другое дело, что вот эта служба, вот эти три года, очень экзотической жизни, это такая странная деятельность, что это проявляется всё-таки предметом моей гордости. Я горжусь тем, что я был моряком. С другой стороны, всё-таки это было настолько часто, настолько непросто, настолько сложно и часто очень унизительно, что я не пожелал бы никому из здесь присутствующих юношей пройти то же самое. И вообще полагаю, что человеку необязательно иметь такой опыт. Вот так бы я ответил. У меня ещё один есть вопрос. Какая ваша самая любимая строевая песня? Ну, строевых песен, как вы понимаете, у моряков немного, потому что моряки строем не ходят. У меня есть любимый марш. Это марш прощания славянки. Он, слов его я не знаю, а музыка прекрасная. Это такой торжественный марш, в котором есть много грустного. Когда военный корабль уходит на боевую службу, уходит надолго, может быть, на полгода, его не будет у родного берега. На берегу или на пирсе стоит ортестр и играет марш прощания славянки. Это торжественный, прекрасный, грустный. И жёны или девушки машут своим морякам. И когда они вернутся, опять будет играть марш прощания славянки, хотя, казалось бы, они вернулись к родному берегу. Это в этом столько мужества, столько чего-то такого настоящего, вот в этом марше. Вот это вот самое любимое. В общем, строевая. Марш же всё-таки это строевая музыка для хождения маршем. У меня со строевой подготовкой было не очень. Там на корабле негде ходить строем. Ну, спасибо за вопрос. Спасибо. Спасибо. Сегодня у нас в гостях писатель, драматург и режиссёр Евгений Гришковец. Продолжаем разговор. Здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Катя. У меня к вам такой вопрос. Что главное в семейной жизни? Любовь. Любовь, конечно. Из неё исходит всё остальное. Без любви невозможно. Будет нарастать раздражение, обиды. И становится всё это превратиться в какое-то странное исполнение обязанностей. Любовь со временем трансформируется. Конечно, когда два человека живут не один десяток лет вместе, то та любовь, которая была изначально, которая послужила причиной, собственно, создания семьи, она превращается во что-то другое. Но без любви жизнь по привычке станет довольно сильным мучением. Если человек не любит своих детей, он на них раздражается, он мучает. Дети в своём присутствии мучают родителей, если они их не любят. А любовь спасёт. Спасибо. Здравствуйте. У меня к вам такой вопрос. Вот вы сказали, что очень любите собак. Что не вам такого доставляет? Какую-то радость или какие чувства, что вот вы к ним так относитесь? Ведь у вас есть семья, жена, одессия. Помните рассказ «Каштанка»? Да. Да? Где собака любила вот этого врачливого человека, вот врачливого старика, который постоянно её ругал. А потом она попадает в удивительный мир цирка, где ей интересно, где её любят, и где у неё есть даже какие-то моменты творчества, где ценят её талант, этой собаки. И она, не задумываясь, возвращается к своему хозяину. У меня есть такой рассказ «Погребение ангела», где человек хоронит свою собаку. И последнее, что он говорит, хороня свою собаку, он говорит «Спасибо, что был с нами. Мы любили тебя, но ты любил нас сильнее». Собаки – такие существа, которые почему-то нас любят, каким мы есть, какие бы вот мы ни были. Они нас принимают и любят, и они нам рады. Даже когда мы вот ушли выбросить мусор, через минуту вернулись, она радуется тому, что мы пришли. Но у них вот есть любовь к человеку, вот такая вот любовь, без всяких причин, вопреки любым причинам и обстоятельствам. Понятно. Спасибо. Здравствуйте, Евгений. Меня зовут так же, как и вас. И у меня к вам такой вот вопрос. Вы же знаете, что вот люди испытывают страх перед одиночеством. Ну, а вы знаете, вот что может быть страшнее одиночества? Нет, конечно, страшнее одиночества ничего не может быть. Я не могу себе… Бывает только то, что, знаете, когда, Женя, когда вы по-настоящему столкнетесь с одиночеством, подлинным одиночеством, а любой нормальный мыслящий человек, некого европейского сознания, вы непременно с этим столкнетесь, вы поймёте, что самые большие усилия нормальный человек тратит на то, чтобы не быть одиноким. Мы дружим, отдаваясь дружбе честно и искренне, часто идя на какие-то поступки и жертвы ради дружбы. Мы влюбляемся, создаём семьи, рожаем детей, чтобы не быть одинокими. Но даже в кругу самых родных людей человек часто бывает очень одинок. Главное не ощущать, что одиночество – это норма. Главное бороться с одиночеством, тогда ты будешь периодически сможет быть счастливым, и хотя бы иногда будешь ощущать себя по-настоящему нужным другим людям. И тогда ты будешь понимать, что всё-таки жизнь не бессмысленна. А есть такие люди, и я знаю их, это отчаянно несчастные люди, которые к одиночеству привыкли и находят оправдание одиночеству, полагая, что одиночество, собственно, это нормально. Это, ну почему нет? Вот это ужас. Это когда человек сдаётся. Хотя мы, конечно, все, особенно в зрелом и осмысленном возрасте, все испытываем одиночество, понимая, что мы, в общем-то, обречены на него. Но борьба с одиночеством – это и мужество, и в этом есть какое-то достоинство. А вы часто бываете одиноким? Да. Да, и я часто бываю несчастлив. Но я вот с вами здесь поговорю, а потом вечером поеду играть спектакль. И на спектакле будет 500 человек, которые пришли и решили потратить 2 часа времени на то, что для меня важно, и то, что я написал. И я буду абсолютно счастлив вот эти 2 часа, когда люди будут слушать и слышать то, что я буду говорить со сцены. Потом, после спектакля, я опять снова буду одиноко ехать домой и буду ощущать себя довольно одиноким. Ну, это нормально, это жизнь. Сколько есть людей на Земле, которым вы бы могли сказать «я люблю тебя»? Наверное, это неправильно, но я понял, что я в целом, в целом человечество люблю не очень. Но я люблю отдельных людей, но сильно. Я люблю тех, вот по-настоящему, какому я могу сказать «я люблю тебя»? Это все-таки мои знакомые, это мои дети, родственники, моя жена, моя мама, мой брат, отец мой и так далее. И какое-то небольшое количество моих друзей. Я с большим доверием отношусь ко всем людям, которых я не знаю. То есть я очень много, что называется, обламываюсь, но тем не менее, я стараюсь не делать из этого никаких выводов. Понимаете? А если я доверяю любому человеку, с которым я знакомлюсь, в доверии всегда есть хотя бы немного любви. Вот доверяю я практически всем. А люблю только своих родных и знакомых. Еще я люблю ряд музыкантов, которые меня не знают, даже иностранных. Прямо люблю. Люблю артистов любимых. Люблю целый ряд писателей, которых уже нет в живых. Но у меня с ними свои какие-то отношения. А доверяю я почти всем. У вас был блог. Скажите, пожалуйста, зачем вы его удалили? Я убил его, чтобы, знаете, я писал об этом там. Я ушел из LiveJournal, вообще ушел из социальных сетей, отчетливо осознав всю порочность и пагубность фиктивного интернет-общения. Я вот уже месяц не захожу в интернет, и ощущаю настоящую жизнь, радость ее. Потому что, конечно, интернет оттягивал очень много. Почему я его убил? Я туда не хотел заглядывать, но при этом то, что я туда писал, этот блог, мой дневник, мне там было много и дорого. Я же писал то, что для меня является важным. Часто заявляю не бесспорные вещи. Но то, на чем я настаиваю, и то, за что я несу ответственность. Я не хотел, чтобы он там валялся. Знаете, каждый может пнуть, и каждый может выдернуть любую страницу, и использовать ее, извините меня, по какому-нибудь очень неблагодарному делу. Поэтому я его оттуда удалил. И предлагаю его, этот вот свой дневник, читать в виде книжек. То есть купить эту книгу и прочесть то, что я там писал. И еще я полагаю, что пройдет непонятно сколько времени, но мне кажется, что довольно скоро. Будет довольно массовый отток из социальных сетей. Потому что вдруг вот те самые люди, которые очень много времени и сил, и душевной энергии тратят вот на это интернет-общение, поймут, что это фиктивно, что это не настоящее. И что видеть глаза собеседника совершенно необходимо. Не по скайпу, а вот в жизни. И что очень важна живая интонация, живая реакция и тепло того человека, с которым ты... И это ничем не заменить. Вот я прямо вот предсказываю, что через какое-то время будет как бы возвращение к корням, к природе и к подлинному общению. Будет большой отток оттуда. Теперь, пожалуйста, красный микрофон. Здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Данила. Я увлекаюсь музыкой. И меня волнует то, что многие говорят о том, что довольно сложно пробиться. И порой не хватает таланта, и нужно иметь там либо какие-то связи, либо еще что-то. Понятно, что нет там какого-то универсального варианта, чтобы выбиться. Но может быть там что-то подскажете. Подсказать. Вот знаете, вот мне так сложно про это сказать что-то. У меня есть такое сильнейшее ощущение, что мне повезло, и я стал известным очень быстро. В 2000 году я получил сразу две золотых маски. Это все-таки такая национальная театральная премия. Потом поехал по крупнейшим фестивалям европейским. Лондон, Париж, Вена, Берлин и так далее, и так далее. А в 1984 году я занялся пантомимой. Занимался в никому неизвестной студии пантомимы. И долго занимался какими-то экзерсисами, совершенно никому не нужными. Потом около 10 лет я занимался самодеятельным студенческим театром в городе Кемерово. И делал маленький театр, в котором было 80 мест. Потом жутко мыкался вообще. И потом, и после этого все бабах. А мне уже в это время было, извините, 33 года, когда я стал известным. А уже потом, став известным, я написал книгу, которую уже ждали. И у меня не было момента, когда я пробивался. Хотя что я до этого делал, я не знаю. Нужно об этом не думать, это точно. Вот точно. Нужно играть ту самую музыку достойно, спокойно, вдумчиво играть. Слушает 10 человек, играйте для 10 человек. Я совершенно убежден, что по-настоящему талантливая не имеет шансов быть незамеченным. Вот по-настоящему. Спасибо. Здравствуйте, меня зовут Антон. Я очень хотел вас спросить, какую вот, по вашему мнению, самую большую ошибку в жизни вы совершили? Я полагаю, что я не совершал ошибок больших. Самые большие ошибки, это были какие-то какие-то ссоры и какие-то моменты гнева и раздражения. Когда я позволял себе какие-то грубости в отношении людей. Но больших ошибок, за которые бы мне было, то есть я бы сейчас жалел, вот бы вернуться на 20 лет назад и поступил бы я иначе. Вот такого не было у меня. Может быть повезло. Друзья, время программы подходит к концу. Ну хорошо, давайте еще один вопрос. Да. У нас в конце программы есть такая традиция показывать язык. Вот вы можете показать язык? Здравствуйте. Евгений, время вопросов от участников программы подошло к концу. Теперь вы имеете право задать свой вопрос любому из детей. Прошу вас. Ой, да не обидятся на меня все, кто задал сегодня вопрос. И мне хочется задать вопрос вот Жене. Жене, сколько вам лет? Скажите. Мне 14. 14. А это вот ваш вопрос был наболевший про одиночество? Ну, не то, чтобы наболевший, но бывает очень. Да, страшно, что одинок и никого нету рядом. Такое бывает у всех, наверное. А в каком возрасте вы впервые ощутили себя одиноким? Лет, может, 10. Когда, ну, родители уходят на работу, а ты остаешься один дома и иногда испытываешь такое. И некому позвонить, и, да, как бы, и, в общем, даже если есть кому позвонить, не хочется никому звонить, да? В 10, да? Надо повнимательнее отнестись к собственным детям, да. Спасибо. Евгений, жду вас у входа на площадку. Да, спасибо большое. Писатель и драматург. Евгений Гришковец сегодня в гостях у программы «100 вопросов взрослому». Евгений, вот здесь прошу вас ненадолго задержаться. Хотел спросить вас, какой из заданных сегодня вопросов вам показался наиболее сложным? Наиболее сложным был вопрос про одиночество. Поскольку на него он не так сложен. Это... на него было сложно отвечать в детской аудитории. Здесь нужно было найти те слова, которые были бы, я полагаю, понятны детям, и еще ни в коем случае не намекнуть, что у них некий меньший жизненный опыт. Вот. Потому что это сразу отталкивает и сразу разобщает. Хорошо. А задавали вам сегодня традиционные вопросы? Вопросы, которые вы устали отвечать? Нет. Кстати, нет. Таких привычных журналистских вопросов не было, слава богу. Ну да, вопросов о творческих планах. Какая-то типа такая. Наша программа называется «100 вопросов взрослому». Сегодня вы успели ответить только на 25. Если вас еще раз позовут в такую аудиторию, вы согласитесь прийти? С радости. Ребята, а вы хотите, чтобы Евгений пришел к нам еще раз? Хорошо. А почему вы этого хотите? Кто первый ответит? Вот, пожалуйста, девушка с желтым микрофоном. Ну, я и так знала, что вы очень творческий человек. Спасибо большое. Мне было очень приятно пообщаться, ну вот, не с коммерческой личностью, а которая вот говорит правду, вот, которая интересна ему. Спасибо огромное. Спасибо. Я бы очень хотел спросить, попадали в милицию, но я не успел, и поэтому мы ждем вас еще раз на этой передаче. Евгений, я многого вам не смог сказать, а точнее, я вам ничего не смог сказать, но я очень рад, что вы пришли в телешоу, и очень вам благодарен. Вы отвечали очень уверенно и очень открыто. Спасибо вам огромное. Спасибо. Спасибо, ребята. Евгений, у нас такое правило. В конце программы последнее слово всегда за героем. Подведите, пожалуйста, итог состоявшемуся разговору. Я существенно прожил все то самое время, которое мы общались. Существенно и содержательно. Писатель, драматург и режиссер Евгений Гришковец был сегодня героем программы «100 вопросов взрослому». Дорогие друзья, до встречи через неделю. Мне вчера позвонили друзья из прошлого, из прошлой географии и времени. Я смог изобразить радость, царал, что сам хотел, но где-то потерял номер. Ты в Москве, спросили меня, а где же еще, где же еще, смог я ответить. Мне сказали, что кто-то совсем пропал, кто-то наконец женился, а кто-то умрел. Я нашел какие-то слова, я спешил говорить, я был занят. А сегодня я поднял лицо в московское небо, чтобы высушить глаза и чтобы дождаться дождя. Первый луч, первый дождь, по весеннему армату ты идешь.